Находим центр и с размаху кидаем глину в центр. За гончарным кругом дети самых разных возрастов. Школа гончарного мастерства обучает тонкостям древнейшего ремесла юных жителей краевой столицы. После вводного урока сразу практика. Ребята самостоятельно лепят блюдце. Добавь водички. Аккуратненько. Если тебе нравится, можешь оставить ее так. Таня, скажи, пожалуйста, кому подаришь эту тарелочку? Кошку. Почему? Потому. Я тарелку делаю для кошки. Какая кошечка зовут? Мила. Мила. Я еще буду делать вторую. У меня две кошки, Дуся. Дуся еще есть. То есть Мила и Дуся сегодня у нас будут с прекрасными тарелочками. Что положишь вкусненького в эту тарелочку? Батончик, гинтал. Для детей это развитие мелкой моторики, это логического мышления, творческого. Потому что для детей это важно, когда можно просто прийти, что-то сделать своими руками и принести это домой. Самое важное – это унести с собой это домой. Социальные мастер-классы для детей школа гончарного мастерства проводит бесплатно. Благодаря средствам федерального гранта и при поддержке Росмолодежи. Достаточно часто у нас может 2-3 недели проходить подобного формата мастер-класса. Приглашаем людей. Ребята были у нас детки гражданинов, которые сейчас на СВО находятся. Ну то есть были дети с ограниченной возможностью у нас на подобных мастер-классах. Ну то есть популяризируем данную тему, да, гончарное мастерство. 15-20 минут и изделие готово. Далее декорирование и покрытие бесцветной глазурью. Освоить азы гончарного ремесла можно без предварительных базовых навыков. Школа гончарного мастерства на Мало-Тобольской приглашает детей на полезный. И самое главное, интересный мастер-класс по лепке из глины. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком.